Мы находимся в городе Кинишме. Сзади у нас находится часовня. Она установлена на месте сражения Кинишемского ополчения с отрядом польских наемников во главе с паном Исовским. Это сражение состоялось 26 мая 1609 года. После поражения тушенцев под Нижним Новгородом здесь на территории нашей Ивановской области сформировались очаги сопротивления. Первым таким очагом сопротивления это была Кинишма, были города Юревец, села Мыт, Холуй, Решма. И именно здесь сформировались вот те силы, которые могли предпостоять польским наемникам, которые, собственно, грабили за Московьем. Первое успешное сражение состоялось у села Дунилово. Потом было трагичное сражение у села Холуй. И уже в мае 1609 года, для того, чтобы наказать непокорных кинишенцев, сюда был направлен отряд пана Лисовского. Передвигался он довольно скрытно, появился здесь довольно неожиданно. И кинишенцы не были готовы к отпору. Но, тем не менее, они смогли мобилизовать силы, выставить ополчение из числа горожан, запросить помощь из Юревца, Солдыги и других мест. Вот здесь, на этом месте, используя естественные такие препятствия, и состоялось первое сражение. Нужно сказать, что оно оказалось трагичным для кинишенцев. Здесь погиб их предводитель Федор Бабарыкин. Несмотря на вот такое мужество, которое проявили кинишенцы, все-таки победа оказалась на стороне Лисовского. Вот это сопротивление, оно создало основу для дальнейшего роста национального самосознания и формирования второго ополчения под командой Дмитрия Пожарского. Но это уже 1612 год, а пока готовились предпосылки к этим событиям. События смутного времени являются самыми важными событиями в истории города Кинишен. И так было всегда. То есть это даже не связано с волной какого-то батриотизма. Для кинишенцев это всегда были самыми трагическими и самыми героическими событиями в истории города. Когда бой с Колесовского 26 мая 1609 года был остановлен здесь, в Кинишме, по сути дела, вот именно с этого момента и началось то самое первое народное ополчение на Верхней Волге. Кинишма в 1609 году оказалась в кольце врагов. То есть все города, окрестные и сверху, и снизу по Волге, присягнули на верность Лжедмитрию II, по сути, полякам. И маленькая Кинишма единственная, кроме Нижнего Новгорода, это сделать отказалась. Если до этого все сидели тихо и думали, что с поляками вообще сражаться невозможно, то кинишемцы доказали, что лучше героическая смерть, чем позорное польское рабство. Мы находимся на берегу реки Кинишемка. Здесь 26 мая 1609 года состоялось второе сражение кинишемского ополчения с отрядом Паналисовского. Хотел бы сказать, что в этот отряд входили польские наемники. Сброд того периода времени – это солдаты удачи. Именно здесь, ну даже трудно подобрать слово «разгробленные», но отступившие участники кинишемского ополчения смогли собраться здесь, на берегах реки Кинишемки и дать второй бой. Именно здесь, вот на этой площадке, состоялось второе сражение. К сожалению, они уже не имели руководства. Федор Бабарыкин уже к этому времени погиб, не было единоначалия, поэтому вот эти разрозненные силы ополченцев, они не смогли противостоять и на этой площадке польским наемникам, и в рамках вот этого сражения они вновь потерпели поражение, и уже незначительным количеством, собственно, они встретились вновь с поляками, это уже на торговой площади в центре Кинишема. Мы находимся на месте третьего сражения Кинишемского ополчения с отрядом польских наемников под командованием Пана Лисовского. Именно здесь Пан Лисовский окончательно разгромил ополченцев, и после небольшого штурма он взял городское укрепление. Мы говорим о периоде смутного времени, мы говорим о тех, кто погиб, защищая национальная независимость России. То есть это место практически поклонения погибшим в тот период времени. В руках воеводы Федора Бабарыкина мы видим меч. Когда мы думали о том, какие же разработать символы, которые бы связывали непосредственно вот эти места сражений в 1609 году на территории нашей Ивановской области, то пришли к выводу, что таким связующим звеном может быть символ меч. И вот этот символ меч нам был вручен строительно-промышленному холдингу КСК, генеральным партнером нашего проекта, который мы в рамках вот этого наказа обещали принести по местам сражений. И хочу сказать, что такое место сражения первое – это село Дунилова, далее – село Холуй и город Кинишма. Все вот эти места выгравированы непосредственно на острие нашего меча. И я думаю, что он будет накапливать вот эти места сражений и будет оставаться таким связующим мечом силам по всем местам сражений, которые были на территории нашей Ивановской земли в период смутного времени, на последнем этапе в 1609-1612 годах. А так, думаем, что он может стать вот опять же связующим звеном тех отрядов ополчений, которые сформировались в Нижнем Новгороде, прошли через нашу Ивановскую область, Кострома, Ярославль. И он будет наряду с другими, может быть, символами других регионов быть вот таким связующим звеном нашего участия в этом крупном масштабном проекте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok